Настал тот самый момент, очень приятный момент, хочу сказать я вам, потому что сейчас я нахожусь в окружении двух прекрасных девушек. С одной из них вы уже давно знакомы, это Юлия Тинеева, очаровательная Юлия Тинеева. А с другой будем знакомиться прямо сейчас, это Анна Прятко, финалист кастинга «Вот живем утро». Анна, доброе утро! Доброе утро, Анна! Анна, ну вот будем сейчас с вами узнавать все про вас, будем с вами знакомиться. Читая ваше резюме, пожалуй, одно из самых интересных и запоминающихся было вот ваш опыт работы в Китае. Я знаю, что вы работали аниматором и моделью. Ну, поделитесь с нами побольше, поподробнее про этот опыт. Да, это правда, в течение четырех лет я работаю в Китае, работала в двух разных парках, в качестве танцора в первом парке и в качестве аниматора, танцора и модели во втором. Вот, очень интересно, этот опыт очень интересен, почему? Потому что там все совершенно по-разному, не только работа и повседневная жизнь, люди, все, с чем ты сталкиваешься, совершенно другое. Попала я туда чисто случайно, проходил набор, знакомая, 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 как обычно, сказала информацию, что можно туда попасть. Я попробовала и изначально мне отказали, потому что сказали, что уже у них набраны ребята и, к сожалению, в этом году уже не получится. Я как-то забыла уже об этом, прошло полтора месяца, мне позвонили, сказали, что у них освободилось одно место и меня одобрили на это место. Мне срочно нужно собирать документы, вот, поэтому я не растерялась, каким-то чудным образом собрала все-таки эти документы и через месяц я уже работала в Китае. Вот в Китае работали моделью и аниматором, профессии сильно отличаются, вот как так получилось? Ну, получается, во втором парке, в котором я совмещала три профессии, это было легко делать, потому что у нас была сезонная смена шоу. То есть каждые два месяца у нас полностью менялась программа и в зависимости от того, какое у нас конкретно было шоу, у нас были различные задания. В одном из шоу мы играли с детьми, в одном шоу мы просто танцевали, в другом шоу у нас была модельная работа, и то есть одна и та же аудитория. Это очень большой парк, тематика у него парк динозавров, вот, и в этом парке абсолютно различные тематические у нас были мероприятия, в которых была разная работа и разные задания. Но так как публика одна и та же, в принципе цель у нас была всегда одна, это чтобы люди запомнили этот день, чтобы им понравилось и не захотели прийти туда еще раз. А вот как сложно было преодолеть языковой барьер? Ну, потому что если, допустим, это русский и английский, как-то английский учат в школах, а вот все-таки русский, украинский и китайский язык, ну, совершенно разные вещи. Ой, это точно. Очень было тяжело поначалу, когда я туда приехала, я знала одно слово по-китайски «привет». Наверное, его знают все, кто туда едет первый раз. И поначалу проблема была именно психологического больше характера, потому что ты приходишь в магазин, ты приходишь в любое заведение, в такси ты садишься, и тебе нужно что-то говорить. И вот этот барьер, который в голове стоит, это очень большая проблема, потому что если его преодолеть, если его убрать, ты можешь абсолютно все объяснить, не зная ни одного слова. То есть с жестами, какими-то фразами общими, ты знаешь хотя бы название того, что тебе нужно купить, или адрес, куда тебе нужно поехать, и уже все гораздо проще. Ну, а со временем, конечно же, уже начала какой-то языковой барьер этот преодолевать, начала учить потихонечку слова, и было уже гораздо проще и легче. Анна, ну давайте теперь перейдем к непосредственно самому важному, зачем вас позвали сегодня утром. Почему все-таки решили попробовать себя в роли телеведущего? Потому что мне интересно все новое. Я коснулась этой сферы, как я уже говорила, 4 года назад, и попробовала все, что касалось сцены, то, что мне предлагали. То есть и модельная, и непосредственная работа со зрителем, и я была танцором. И сейчас хотелось бы попробовать что-то новое, потому что я приехала из Китая, сейчас у меня такой период, я отдыхаю от того, чем я занималась, и 4 года, и хотелось бы попробовать, а может это мне больше понравится. А вот есть какой-то похожий опыт работы? Единственный мой случай работы с камерой, это когда возвращалась я опять же в том же Китае с работы, шла с парка, и меня поймали журналисты китайские. И на английском перед камерами я давала небольшое интервью, совершенно я не знала о том, что оно будет и что они поймают именно меня. И вот те 33 секунды удовольствия, это был единственный опыт в данной сфере. Но мне понравилось, я почему-то не растерялась и подумала, что возможно стоит попробовать еще раз. Анна, ну такой вопрос, а часто ли приходилось вставать в 4 утра? Ой, это наверное самое тяжелое, что мне сегодня пришлось испытать, потому что, так как я на отдыхе уже более 3 месяцев, самый ранний, наверное, срок, когда я вставала, это 11 утра, и поэтому сегодня, конечно, это было настоящим испытанием. Но главное настроиться, если ты чего-то хочешь, то не встать так рано, не что-то приготовить, не немножко попереживать, не является проблемой. Что, по вашему мнению, будет вот самое сложное в этой работе? Я думаю, самое сложное будет все время подавлять желание убивать в 5 часов утра, если честно. Потому что сначала просыпаюсь я, потом это желание, и уже после просыпается какой-то оптимизм, желание улыбаться и так далее. Поэтому, мне кажется, настроиться, когда это входит уже в привычку, когда это не первый раз, эмоции от первого раза уходят, вот именно настроиться, передать зрителю какую-то волну, какой-то заряд на целый день, будет, я думаю, не так легко поначалу. Анна, вот вы моделью поработали, аниматором, вот сейчас идете к цели стать телеведущей. А вот образование, оно как-то связано именно с творческими вашими занятиями этими? Ну, единственное, в чем связующее звено между моим образованием и сферой, в которой я пытаюсь утвердиться, это то, что меня учили изначально работать с аудиторией. Но у меня это была аудитория, в которой я работаю, как мои подчиненные, а здесь, получается, как коллеги. Ну, в принципе, одно и то же практически. Занималась я менеджментом внешнеэкономической деятельности в университете. И, в принципе, менеджер – это управляющий, это человек, который координирует работу команды, который думает, как лучше сделать, кому чем лучше заняться. И поэтому в данный момент мне это помогает правильно расставить приоритеты и понять, что конкретно я буду делать, как я буду это делать и когда лучше это сделать. Не всегда, конечно, это помогает и не всегда это работает, но, в принципе, я думаю, мне легче в любом случае. Анна, ну вот с первого дня, как мы уже начали говорить о кастинге, появились определенные претенденты, и на нашей страничке в Фейсбуке, в Лайфлотлайф, появилось голосование. С первого дня в лидеры выбились мальчишки, там просто невероятная борьба идет. А вот среди женской половины, ну, несколько все проще. Но, тем не менее, за вас как-то все меньше-меньше-меньше голосуют. Переживаете ли вы по этому поводу? Если честно, абсолютно не переживаю, потому что это первое голосование, на результаты которого я никоим образом не влияю, потому что раньше мне всегда хотелось набрать побольше, как-то пыталась к этому приобщать знакомых, возможно, своих. Там какие-то высшие силы, я не знаю, умолять, просить, посылать энергию в космос. А сейчас почему-то мне не хочется этого делать. Я думаю, что все случится так, как должно случиться. Мне хочется это попробовать, мне это интересно. Но если на данном этапе у меня это не выйдет, значит, у меня выйдет это позже. Значит, на данный момент я еще не готова, или, возможно, меня ждет что-то интереснее, или просто другой какой-то виток в моей жизни будет. Поэтому на этот счет я абсолютно не переживаю. Анна, а вот о чем вы мечтаете, кроме того, что попробовать на телевидении, где-то в творчестве реализоваться? Какие у вас еще желания и мечты есть по жизни, достичь цели своей? Ой, на самом деле их очень много, смотря какой сферы это касается. В плане работы каждый раз хочется пробовать что-то новое. Потому что мне на данный момент тяжело сказать, что я конкретно хочу. Я еще ищу какие-то свои новые стороны, свои грани. И мне интересно раскрывать в себе новые черты. И я на данный момент не могу ответить на вопрос, кем бы я хотела быть, чем я хочу заниматься. Потому что очень много сфер я еще не попробовала. И поэтому я немного затрудняюсь в этом плане. Если смотреть на нерабочие моменты, а на что-либо другое, соответственно, тот же самый ответ. Мне очень нравится пробовать все новое. Я только начала путешествовать. Мне очень интересно. Это шикарные эмоции. Это незабываемый опыт. И никаких денег, и ничего на это не жалко. Соответственно, если хочешь новое что-то пробовать, хочешь смотреть новые страны, пробовать новые вакансии, работы, соответственно, появляются новые увлечения, новые книги, новые люди, новые языки, новые возможности. То есть на данный момент все, чего я хочу, это максимально расширить свой диапазон, как можно больше всего успеть за определенный срок. И хотя бы годам к 30, наверное, определиться как-то, чего я все-таки хочу. Остановиться на чем-то конкретном и заниматься все-таки любимым делом. Потому что очень много людей выбрали какую-то профессию, какой-то род занятий. И делают это просто потому, что у них получается. Мне хотелось бы заниматься любимым делом. Потому что я думаю, что только занимаясь любимым делом, ты можешь преуспеть, ты можешь получать удовольствие от этого. И каждый раз просыпаться не с желанием кого-то убить, а с желанием улыбаться, нести людям позитив и делать то, чем ты хочешь заниматься. Делать то, что тебе нравится. А на нот это то, что касается сфер, которых вы хотите себе попробовать и реализовать. А что касается сфер, которых уже пробовали. Вот мы поговорили о том, что вы работали моделью, аниматором. И в вашем резюме всплыла опять-таки неожиданная сфера деятельности. Рефери на соревнованиях по контактным видам спорта. Да, вы совершенно правы. Так как у меня стремление заниматься чем-то новым и неординарным, наверное, с пеленок, я успела попробовать очень много. И довольно-таки длительный период я занималась кикбоксингом. В Северодонецке я ходила на гунг-фу «Дракон и тигр». И сначала занималась сама, потом по настоятельным рекомендациям наставника закончила курсы и стала секретарем соревнований, принимала непосредственное участие в организации, в проведении боев. И на протяжении, если я не ошибаюсь, 8 лет, практически каждый год, если я, конечно, не за границей, я стараюсь проводить эти соревнования, не уходить из этого вида спорта, хотя бы в судейском плане, потому что очень интересная, очень хорошая команда, замечательные наставники. И что мне нравится, там воспитывается сила духа, там как команда. Действительно, это школа китайского гунг-фу. Это не просто секция, где учат убивать, где учат выживать, где учат быть одному и рассчитывать только на себя. Там команда, где ты в любой момент можешь обратиться к своему наставнику, где ты в любой момент можешь обратиться к своим ребятам, которые занимаются с тобой каждый день, и тебе помогут абсолютно во всех сферах. То есть в темном переулке лучше не пытаться забрать у вас сумку все-таки, да? Лучше не пытаться. Анна, вот вы такой разносторонний человек и занимаетесь разными занятиями, вот абсолютно разными, там модельный бизнес, аниматор, и также вот спорт такой. А помогают ли знания в той или иной сфере, вот как-то внедряете там что-то из спорта, там модельный бизнес или наоборот? Вот как-то из этого. Ну, так как я начала заниматься кикбоксингом раньше, чем поехала в Китай, чем начала развиваться в каких-либо других направлениях, то в любом случае этот вид спорта стал основополагающим. Самое главное, чему он меня научил, это никогда не сдаваться и верить в себя. Потому что на самом деле очень много у нас барьеров в голове. Все, что у нас не получается, на 90% зависит от того, что мы сами себе говорим, что у нас не получится. Мы всегда думаем, что есть кто-то лучше, чем мы. Мы всегда думаем, что есть кто-то более опытный, кто-то, кто более подходит на это. Есть люди, которые справятся, а мы в это число не входим. И все барьеры у нас в голове. Именно этот спорт научил меня верить в себя и пробовать, что бы то ни стало. Если ты сегодня проиграл, это ты не проиграл. Это ты получил опыт, который в будущем тебе поможет выиграть. Это очень важная черта. И я очень рада, что она мне пришла в столь юном возрасте. И действительно, она мне очень долго помогала по жизни. И я надеюсь, еще не раз поможет. Анна, ну вот затронули мы такую тему личных черт характера. Все-таки, как по вашему мнению, самая вот конкурентоспособная чета характера, которая поможет вам побороться за должность или ведущая? Я думаю, это оптимизм. Почему оптимизм? Потому что, когда человек идет с целью показать себя, переплюнуть кого-то, что-то кому-то доказать, или еще с какой-то целью, связанной скоростью, или с какими бы то ни было другими качествами, то у него рано или поздно это пропадает. То есть он привыкает к своей среде, привыкает к своей сфере, понимает, что он добился того, чего хотел, и он начинает вести себя совершенно по-другому. Если человек идет к какой-либо цели с улыбкой, без какого-то конкретного вопиющего желания с кем-то посоперничать, кому-то что-то доказать, а просто потому, что ему этого хочется, то он будет вести себя так всегда. И желание у него это не пропадет ни сегодня, ни завтра, ни через 10 лет. И даже если у него не получится, на него это не повлияет. Он в любом случае либо что-то новое начнет пробовать, либо вернется к этому через время, но с той же улыбкой, с тем же настроем, и все будет замечательно. То есть главное верить просто в светлое будущее. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!